сейчас будем показывать как разгружаем верхнюю зону грудного отдела для этого используем обычный тагер в данном случае красный для начала надо раскрыть спину прием который называется раскрыть спину берем примерно с фасолину и распределяем двумя пальцами паравертебрально бальзам и заходим заодно на зоны которые впоследствии будем прорабатывать более глубоко сейчас бальзам будет воздействовать своим охлаждающим и согревающим одновременно эффектом а мы продолжим для того чтобы правильно провести разгрузку или включение верхнего грудного отдела мы делаем такой паравертебральный прием двумя пальцами разгоняем примерно как столер снимает стружку посредством рубанка глубина достаточно ощутимая мы не теряем контроль с кожей не теряем контроль с подкожно-жировой клетчаткой и количество повторений примерно столько же сколько лет нашему пациенту или нашему массируемому телу я для себя определил что это либо 36 раз либо 64 зависимости от сложности 36 раз тонизирует 64 по моему опыту и представлению расслабляет момент паравертебрального воздействия у нас появляется покраснение кожи и мы можем определить какая зона более активно какая более пассивно в плане обмена кровообращения после того как проработали эту зону перераспределяем масло или бальзам если нам его не хватает мы добавляем больше в данном случае у нас очень выраженный кифоз это означает что зона начиная с 4 по 8 грудной позвонок перезагружена и компенсация включается как раз на этом верхнем грудном отделе для того чтобы его разгрузить надо зайти в более глубокие слои мышц это делается обратным хватом мы также паравертебрально делаем акценты на вот эти фаланги у меня в основном работает три или две вот этих фаланги зависимости от того как я меняю угол кулака и фаланг и угол относительно позвоночного столба меняется ощущение воздействия прорабатываем достаточно глубоко я стараюсь изменять от поверхностного до глубокого через каждые 10 повторений через несколько повторений через 20 25 или 30 сила воздействия настолько высока что позвоночник будет прогибаться достаточно глубоко что позволит свою очередь достичь эластичности вот этой волны разгружая тем самым расстояние между телом позвонком межпозвонковые пространства и в разрыв вернее в этом освобожденном пространстве легче будет строительному материалу для хрящевой ткани которая находится лишь в межпозвонковых пространствах независимо от диска занять более стойкую позицию что расширит расстояние между позвонками позволит улучшиться иннервации которые проходят между между позвонками в виде корешков межпозвонковых нервных корешков вот я усиливаю давление здесь у меня разъезжаются руки до удобного расстояния чтобы я мог на плечи воздействовать и дальше они сужаются в разных техниках массажа эта зона прорабатывается практически одинаково потому что руки идут только в этом направлении почему я делаю таким образом я бы с удовольствием показал стойку у меня одна нога спереди другая сзади и таким образом давлю всем телом чтобы полностью разгрузить работу предплечье плеча и делаю от корпуса сейчас я усиливаю давление и ощущаю что у меня есть сопротивление не у меня в теле которому и который я массирую есть сопротивление это сопротивление можно определить как плотное напряжение мышц которые мы должны расслабить я не могу добраться глубже поэтому я меняю немножко воздействие я перехожу на эти две фаланги воздействие меняется здесь я упираюсь в плотный комок мышц и стараюсь на них воздействовать более грубовато снизилось скольжение я его усиливаю наложение бальзама воздействие у меня килограмм 20-25 на короткую зону именно там где я нашел сопротивление ощущение сопротивление ушло буквального через несколько вот этих движений я перехожу на другую зону я прошу повернуть голову на бок и таким образом вставляю руку еще чуть-чуть вниз чтобы рука проходила по этим мышцам достаточно неприятное ощущение от того чтобы поперек волокна проходим но оно весьма лечебное одновременно с этим было бы здорово проработать шейные мышцы мы накладываем сюда бальзам и точно так же либо этой рукой либо этой рукой проходим не напрягаясь из видный отросток не надавливая на него мы заходим под него рука идет четырьмя фалангами стараюсь избегать попадать на позвоночник но невольно я попадаю по боковым поверхностям астисток отростков стараемся избегать этого напряжения мы этот массаж назвали предполетным потому что основная нагрузка во время полета из скорости более 700 километров в час в самолеты более неволе приходится на верхний грудной отдел и также на шею голова у нас весит примерно 7-10 килограмм это достаточно большое давление при встречном движении сопротивление тела направлению движения вот эта сторона кажется мягкой она переливается как тесто мы ее практически разгрузили учитывая то что это не первый массаж на этом теле эффект был достигнут достаточно быстро просим повернуть в другую сторону прорабатываем таким же образом чтобы было наглядно я показываю как идет рука мы контролируем давление таким образом чтобы не передозировать нажатием на область шейного отдела позвонка и проходим к наружу от центральной линии правильное положение массажиста в этот момент слева или справа от тела и работа в сторону регионарных лимфатических узлов в данном случае мы работаем в шейные лимфатические узлы подчелюстные что позволит разгрузить голову и улучшить лимфообмен между каждым упражнением желательно делать растирание и разминание рука ложится как мокрая тряпка и обрабатывает всю поверхность по которой она проскальзывает проработали в эту сторону и проработали в эту сторону сейчас я показываю укороченный вариант на каждое упражнение либо 36 либо 64 из моей практики этого достаточно чтобы мышца откликнулась на работу рук продолжаем выяснять достаточно ли мы провели усилий на верхний грудной и шейный отдел достаточно мягко переливается поэтому я могу спокойно заканчивать массаж в этой зоне спасибо за внимание с вами лечебный центр в Виталити спасибо за внимание